Добрый день! Сегодня мы с вами рассмотрим замечательную оптическую игровую мышку компании Razer Abysus 3500. Внешний вид имеет следующий, а также имеет окошко, где нашему взору предлагается данная мышечка. Красивая. Давайте рассмотрим её поподробнее. Мышка имеет богатую комплектацию в комплекте с полной инструкцией, включая на русском языке, а также диски с драйверами. Давайте рассмотрим непосредственно саму мышку. Мышка имеет следующий вид. Очень приятная на ощупь, отлично ложится в руке. Сразу же стоит отметить её бесшумность работы при передвижении, так как она оснащена тефлоновыми подножками Ultra Sleek, что позволяет ей бесшумно работать на любой типе поверхностей. Данная мышка имеет 16-битный канал передачи данных, интерфейсом USB, а также имеет инфракрасный оптический сенсор Razer Precision с разрешением 3500 dpi. Частота опроса её составляет по фирменной технологии ультрапулинг с 1000 МГц, что равняется времени отлика 1 мс. То есть мышка реагирует мгновенно на каждое ваше движение, что очень пригодится в таких играх, как шутеры. То есть от первого лица никаких задержек у вас не будет при работе. Также мышка оснащена механической регулировкой разрешения решения и частоты опроса. Настройка чувствительности у неё происходит на лету по технологии On The Fly Sensibility. Также обладает режимом работы On The Fly. Режим постоянной работы Always On имеет большие, нескользящие кнопки 3. При этом они программируемые. Имеет симметричный дизайн, что подойдёт как правшой, так и левшей. То есть удобно будет пользоваться всем людям. Колесо прокрутки имеет 24 точки клик-положения. Кабель имеет длину 2 метра 10 сантиметров, то есть достаточно длинный для любого подключения, будь то ноутбук, либо компьютер, даже если он будет стоять у вас далеко. Размер мышки составляет 115 на 53 на 40 миллиметров, вес достаточно лёгкий, 72 грамма. Очень приятная мышечка. Подходит для любых типов операционных систем и рекомендуется нами, заядлым геймерам и любителям высококачественного продукта. Я благодарю вас за просмотр, встретимся в следующих обзорах. Всего доброго, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Продолжение следует...